так все пошло что давайте меня слышно сейчас я разрешить говорить разрешу слышно меня видно меня можете прям писать в чат да слышно я буду видеть это не буду заострять на этом вопросе внимание ссылка приглашение режим микрофона трансляция экрана идет все давайте отмазку слышно меня напишите да скажите да все молчат здравствуйте ксения вас видно и слышно все спасибо начнем меня зовут ксения игнатьева умерова я нутрициолог натуропат специалист по пищевому поведению детей очень люблю глубоко разбираться в анатомии и физиологии делаю это всегда с причинно-следственными связями сейчас мы с семьей с детьми находимся в олимпийском сочи веду эфир отсюда для вас потом пойдем гулять ну и я так настоящий биохакер не тот который говорит там вот это надо это надо купить и да нет вот у меня все с собой понимаете я вам а сегодня буду показывать и рассказывать сразу по баночкам и так здоровье легких здоровье респираторной системы из каких же стройматериалов питание состоит наша респираторная система вот я даже хочу вам нарисовать взяла у детей планшет вот смотрите видите да здесь у нас нарисована вот гортань и бронхолегочная система левая легкая правая легкая сейчас вот так вот видно да да видно вот смотрите наши трахея гортань идет мы дышим дальше переходит в бронхи это такие ответвления как будто бы дерево перевернутое видите бронхи переходят в бронхиолы и на концах бронхиол находится гроздья это альвеолярные мешочки и сами альвеолы альвеолы это как виноградин и да вот вот такая вот круглая альвеола внутри у нее когда мы дышим она раскрывается и закрывается и происходит тот самый газообмен и за счет чего она раскрывается каждый такой альвеолярный мешок альвеола покрыта веществом который называется сурфактан и это вещество внимание состоит на 90 процентов из фосфолипидов из холина по нашему это лицетин который у нас есть почему такой ажиотаж почему мы так все радостно и довольны что в сибирке появился лицетин и мы несколько лет его просили сделать потому что лицетин входит в понятие строительного материала организма из фосфолипидов в нашем организме состоят жирные все органы из липидных групп это мозг это легкие альвеолярные мешки там это гроздья то есть это за счет них мы дышим и он расправляется сурфактант работает сурфактант который состоит из лицетина до на 90 процентов мы выдыхаем он сжимается сурфактант он антибактериален то есть он несет в себе уже эту функцию до противомикробную антибактериальные когда он у нас работает хорошо когда в нашем организме достаточное количество жиров поножека или лицетина фосфолипидов то тогда он работает на сжатие-разжатие сурфактант не слипается между собой то есть альвеоляры вот эти вот альвеолы они как гроздья виноградина но они не слипаются они все двигаются также сурфактант не дает проницаемости бактерии вирусов легкие да и то есть когда вот мы заболеваем орви сильный иммунитет он вытягивает на первой фазе да то есть вот кашель стопли поднимается температура а наш организм увеличивает вот эту самую борьбу до наши нк лимп нк клетки наши клетки те киллеры которые охотятся за вирусом за бактерии за микробом они побеждают данной температуре и все мы выздоровели на это настроен наш организм на самоисцеление но когда организм дефицитен да и в том числе в нем нету в достаточном количестве липидов жиров фосфолипидов лицетина да вот прямой этот прямое в питании лицетиновое питание это желток в смятку именно в смятке находится вот этот лицетин когда мы яйцо варим в крутую все лицетиновая структура разрушается почему рекомендуют смятку там и линчницу глазунью которая с жидким желтком потому что это физиологично нам необходимо так вот на чем я остановилась на мы дышим лицетин работает да сурфактан и все в порядке организм выруливает на первой фазе заболеваний когда мы уходим дальше в осложнение когда вирусы и микробы развиваясь здесь и нашему организму не хватает вот этих вот сил защитных то вот это самое вирусно-бактериальная нагрузка начинает опускаться да там идет гинатонзилит бронхит и там дальше пневмонии до пневмония это вот идет уже там слипание вот этих вот альвеолярных мешков то есть когда организм не может нет у него сил нету в депо витаминного минимума до дефицитарный организм с нагрузками организм часто болеющие дети да то есть явно что есть какой-то дефицит вот необходим там например обследование необходимо где-то кому-то дотация белка дотация железа кстати белок вот про белок очень важно почему я сейчас говорю про жиры липиды и сейчас продолжу про белок потому что это два главных строительных материала для организма когда мы заболеваем любую любое вирусное вирусным заболеванием или бактериально то организм больше всего расходует что белок потому что борьба клеток происходит на белковом уровне понимаете да потому что тот же самый лактоферин до которым я вот сегодня буду говорить лактоферин это белок первого уровня защита он находится у нас в слюне на слизистых и то есть когда в наш организм залетает инфекция да это вот наши ворота первые иммунные то начинает активация белка быть и в том числе до лактоферин который усиливает лимфоциты который дает сигнал организму что что-то зашло к нам вот поэтому в нашем питании белка всегда достал должно быть достаточно белков и жиров это строительный материал то есть если у вас их достаточных питаний то у вас хорошая база организма то значит здоровье легких дай не уход в какую-то пневмонию там или бронхит обеспечен вот здоровье обеспечено белок расходуется очень быстро и еще следующая тема сейчас перескочу а про витаминный минимум смотрите витаминный минимум я говорил на прошлом нашем эфире у нас в регионе и вообще есть врачебное понятие витаминовыми в нашем регионе это три элемента плюс еще туда сейчас врачи на конференциях исследования засовывают еще несколько три элемента это витамин d3 это иммуноподобный витамин иммуногормональный вот он у меня с собой дети обязательно едят и у меня мой тоже витамин d3 причем дозировки совершенно не рекомендованы в отзыве ни 400 ни 600 это должны быть нормальные адекватные дозировки там детям от 1000 до 2 до 3 если мы заболеваем то мы увеличиваем дозировку витамин d3 в два раза в момент болезни воспаления потому что он нужен нам вот d3 это омега омега считается противовоспалительной то есть мы не просто так едим омегу еще и ну надо видеть все говорят нет омега это поле ненасыщенной жирной кислоты из этого опять же состоят наши органы наша печень наши легкие наш мозг зрение нервные окончания заметьте если есть какие-то неврологические расстройства да там у ребенка гипервозбудимость какие-то такие cdvg до симптомы раз омега она просто в показано в значении обязательно потому что омега она питает структуру нервных волокон из этого состоят нервные волокна понимаете это наше спокойствие это наша нервная система в том числе из-за пнжк состоят состоит оболочка клеточных мембран в том числе понимаете насколько велико значение вот нашего питания и нутрицептиков витаминного минимума и так d3 омега и в нашем регионе это идет обязательно тоже гипервозбуждение плохой сон плохая усидчивость плохая память нарушение работы щитовидной железы на гормональные задачи на это все признаки и симптомы нехватки йода дальше сюда входит уже магний сейчас врачи кладут в эту корзину витаминовые витамины группы b потому что это тоже наша наш иммунитет и наша нервная система магний вечером у нас это органический мультихилат дозировки детям подбираем исходя из расчета самой дозировки пол капсулы 1 2 капсулы так вот я ушла от темы здоровье легких возвращаемся опять вернее ушла а немножко глубь пошла витаминного минимума почему мы должны принимать и наши дети должны принимать витаминный минимум обязательно потому что это депо нашего иммунитета он невидный да то есть мы это что так о d3 принимаем принимаем ну и что что а вот то что мы заполняем наше депо потому что когда к нам залетает какой-то вирус когда а вирусы это обычное дело мы не убережемся от этого потому что мы части вирусов и бактерий до в нас 90 процентов у нас как есть такая книга и фраза 10 процентов человека то есть 10 процентов человека это вот ткани до кости а все остальное это живой материал это вирусы и бактерии так что мы часть этого мира и мы все время трансформируемся и преобразуем с каждой вирусной нагрузкой наш организм просто как бы догоняет вот это вот развитие модификацию мира поэтому вирусы и болезни это нормально это тренировка иммунитет особенно у ребенка но другой вопрос как вы выходите из этого вируса либо организм сам выходит поскольку у вас депо иммунитета вы принимаете витаминный минимум на вирусе вы помогаете необходимыми на прицептиком сейчас я позже скажу какими именно особенно в респираторной системе вы едите хорошо белок у вас обязательно белковый завтрак особенно у детей он должен быть обязательно белковый завтрак творог яйца сыр масло сливочное животное это необходимые животные жиры необходимый холестерин холестерин необходим и нашему организму и растущему организму необходимо от 100 до 400 миллиграмм холестерина вот 100 грамм маслах всего 180 миллиграмм холестерина понимаете то есть когда мы говорим с вами о сливочном масле для ребенка особенно мы не говорим о том что взяли толстый слой кусок хлеба и намазали тоненько масло нет нужно ложкой масло кушать вот у нас сейчас натуральный у меня в команде натуральный флешмоб происходит мы обучаем детей кушать сливочное масло ложками и они обожают его кушать они обожают вот серьезно вы приучите ребенка до начнете увеличивать эту дозировку не сразу сливочного масла ложку если прямо уши то постепенно постепенно они потом его будут как карамельку рассасывать потому что это вкусно полезно и это нужно организму организм это просит и требует так вот идем дальше если вдруг мы заболеваем вирусом либо мы заболеваем да там что-то там бактериальным чем-то ордер респираторное заболевание вирусное заболевание организм важно в эти дни поддерживать нутрициологически что у нас в этой корзине в этой корзине у нас увеличивается доза витамина d3 сразу в два раза взрослому в три в четыре смело я смотрю врачебные обучаясь у врачей смотрю врачебные лекции конференции везде исследования мета анализа о том что увеличение дозировки витамина d3 момент заболевания а приводит к сокращению срока заболевания дальше мы не прекращаем кушать омегу омега нам нужно мы обязательно добавляем сюда биофлавоноиды и наши антиоксидативные витамины а c е у нас это новомин у нас это иммунобокс если отдельно собирать то витамин c и рутин и цинк я с собой в поездку обязательно беру иммунобокс вот был в наличии иммунобокс иммунобокс также я люблю протекшн куб это более органический состав более премиально выделенные витамины здесь а c е арабина галактана ксикоричные кислоты усилители в общем как это работает витамин c он усиливает стенку клетки для того чтобы она была менее проницаемая вирусом потому что вирус и бактерия когда заходит в клетку она выкидывает свое рнк и клетка модифицируется на зараженную и идет дальше слипаться с другими и заражать ну то есть у задача вируса размножиться в нашем организме максимально как задача любой клетки вот витамины а c е и цинк как раз таки не дают это сделать а цинк потрясающий минерал потрясающий знаете что он делает он как раз таки его количество достаточно в организме не дает вирусу выпустить свою рнк в клетку то есть вирус заходит а рнк в клетку не может выпустить поэтому клетка не становится зараженной а антиоксиданты а c е они делают клетку стенку клетки менее проницаемый да то есть то что нам нужно чтобы стенка клетки была менее проницаемый и если вдруг вирус все-таки попал мне то цинк инактивирует вирус вот поэтому первые наши помощники когда мы заболеваем и наши дети заболевают это вот иммунобокс а деткам я делаю так я вскрываю каждую капсулу и в морс в ягодный напиток высыпаю половинку согласно дозировки вам подскажет ваш наставник каждый мы сейчас не будем уходить вглубь но вот это подходит нам нашим семьям нашим детям для того чтобы поддерживать себя в в профилактике и терапии заболеваний бронхолегочной системы вирус кашель да то есть вирус зашел пока он здесь там сопли чихание горло ангина да и там у кого-то если опускается то обязательно что лицетин как я вам сказала да мы не прекращаем прием да вот лицетин он я бы тоже его опустила в корзину витаминного минимума для детей профилактической дозировки каждый день потому что нам не хватает в питании холина фосфолипидов не хватает нам этого питания у нас питание большую частью промышленно выведенная да то есть обедненная на состав на витамины на минералы поэтому лицетин я своим детям а я еще поскольку с неврологией связано очень тесно девять лет как проект родился пораньше дети рожденные раньше срока то есть у них нервологические задачи у них сложнейшие диагнозы так вот лицетин например у моего недомашенного ребенка был с прикорма даже раньше в четыре месяца я начала обязательно давать поныжика я выдавливала капсулу детской омеги летая я выдавливала капсулу детской омеги вот тут ее протекала или вскрывала или волочкой тихонечко или вилочкой и выдавливала в ротик малышу все и давала там тити да вот так также с лицетином потому что для дозревания легких у ребенка с неврологией для дозревания мозга у недоношенных детей либо у кого есть неврология для функционирования мозга омега и лицетин это необходимость это не блажь это не то что мы там подаю кая месяцок нет это база и основа и питание соответственно полезные на жиры на белки на холестерин здоровый до животных или стиль вот который содержится там и в сыре пармезан и в рыбе и в мясе это все должно быть так значит опять заболели рви первое что у нас это усиление витаминного минимума как взрослому так ребенку увеличиваем дозы омеги противовоспалительная меда это противовоспалительная в заболевании рви увеличиваем дозировку витамина d3 это тоже противомикробные бактерицидные противовоспалительное действие добавляем антиоксиданты и цинк это поможет нашей клетке не пропускать вирус не размножаться не дублицировать и реплицировать его до огромных масштабов когда его количество превышает количество наших лимфоцитов и нк клеток борьбы и когда например происходит вот этот процесс когда либо мы уйдем дальше в осложнении да там начнется уже там ангина танзелит бронхит и дальше либо нет либо не уйдем вот это обязательно не забывайте про питьевой режим питьевой режим на время заболевания должен увеличиваться в два в три раза потому что вода необходима для отделения наших клеток для борьбы и для вывода интоксикации потому что когда клетки нашего организма побеждают вирусные клетки зараженные так скажем вирусом то идет очень сильный продукт метаболитов эти клеток они токсичны это интоксикация здесь конечно же наша печень и наши почки поэтому почкам нужна вода не допускайте ни в коем случае обезвоживание не допускайте ни в коем случае что вы давно не пили что вы давно ребенка не поили спите писать до 1 вот это вот когда у ребенка температура там или он заболел пить писать мы добавляем что я использую своей семье в своем проекте у меня используют тысячи мам в моей команде это используется успешно огромное количество отзывов то есть это все рабочие наши анбрициологические инструменты дальше идем значит пробегаемся опять d3 омега обязательно добавляем витамины а c е витамин c у нас это цинк новомин у нас это сто процентов натуральных витаминов органический цинк я уже сказала либо берем иммунобокс и берем protection вот это то что необходимо организму дальше дальше я перейду к моему любимому продукту лактоферину что же это такое лактоферин не производится в россии вот что я хочу сказать что это очень уникально выделенный сложнейшей технологией чистейший биопродукт производится он на французском заводе ингреди с супер технологии который производит высоко очищенный лактоферин исследование продукта прекрасные позитивные отзывы которых уже тысячи это все работает смотрите лактоферин может быть вам знакомо колострум понимание до молозива грудного молока вот помните когда начался ковид колострум лежал вместе с цинком вместе с витамином d3 вместе с витамином c колострум лежал в корзине нутритивной в протоколе нутритивном поддержки организма на к виде обязательно так вот лактоферин это выделенный бел белок первой линии защиты иммунный который находится в слюне из грудного молока из молозива вот почему первая линия защиты потому что он находится у нас в слюне и он активируется когда в организм попадает что-то инородное вирус или бактерии у лактоферина огромное количество действий начиная от понимания что это природный антибиотик антибиотик на то есть в увеличенной дозировке это становится активно действующим антибиотиком но этот антибиотик действует только на клетки патогена на клетки бактерии и вируса свои клетки не захватывают потому что это продумано нашей природой это активация внутри клеточная усиление иммунных сил защиты в самой клетке вот лактоферин именно лактоферин сигнализирует нашей системе о том что в организм попало что-то и нужно усилить все наши лимфоциты и nk клетки те кто непосредственно борется с вирусом и бактерий вот лактоферин противовирусное противомикробное действие лактоферина схоже с молозивом да почему природой задумано грудное вскармливание в том числе первые пять дней идет молозиво потому что именно но необходимо организму чтобы получить иммунный на запас иммунный запас в организм младенца да потому что организм рождается стерильным мы так можем сказать да из нас стерильный выходит вот и нужен ему иммунный запас дальше форма лактоферина у нее антибактериальное свойство форма лактоферина она без ионов железа идет и она лишает клетки в клетке патогени она лишает железа на вытягивает железо из этой клетки патогена и эта клетка становится безжизненной потому что железо нужно всему да почему у нас уровень железа повышается на воспаление да когда гемоглобин высокий ферритин высокий почему мы говорим о воспалении потому что железо повышается в организме на воспалении она нужна и тем и тем бактерии вирусы его также берут так вот лактоферин он вытягивает это железо из этой клетки спатогенной не из нашей здоровые спатогены вот и соответственно она инактивирует вирус угнетает развитие так противовирусные за счет активности отношений широкого ряда днк содержащих вирусов кстати именно лактоферин в мета исследованиях дал очень хорошие быстрые результаты на борьбу с герпесом асцитомегаловирусом с гепатитом в том числе ветрянка сюда же так сейчас я открою окно а то мне стало душно ветрянка сюда же да потому что ветрянка это герпес обязательно вот мы поддерживаем на ветрянке лактоферином и так дальше лактоферин это иммуномодулянт то есть он при воспалениях направляется прицельно в тот орган туда куда нужно вызывая активность наших клеток дальше детоксицирующие антиоксидантное действие он активирует ферменты антиокислительной системы работают мощнее антиоксиданта дальше антиканцерогенная потому что лактоферин стимулирует рост клеточный а именно здоровой клетки патоген он подавляет за умного действия железо убирает не дает дублицироваться до вирусу вот так же полетел а также лактоферин заживляющий то есть мы его используем на послеоперационных восстановлениях он заживляет он усиливает клетки эпидермиса и заживление происходит как внутри так снаружи ран ожогов гораздо быстрее дальше лактоферин спасу активирует нк клетки до увеличивая их количество вот лактоферин и кандидоз лактоферин это противокандидная то есть когда организм у нас переполнен дрожжами кандиды и когда условно патогенная флора на ее действие повышается лактоферин подавляет потому что есть исследование в том числе усиление активности лактоферина в слюне но у нас у взрослых его не так много почему мы говорим о биодобавке вот то лактоферин работает с кандида альбиканс он подавляет ее и к примеру если у вас есть задача железодефицита плюс у вас повышен кандидный фон то лактоферин он будет помогать усваиваться железу и подавлять кандидный фон вот мы его используем в своих командах в проектах детям в том числе до дозировки взрослому на терапии увеличены не одна а несколько капсул две-три ребенку там я например с антишиной ветрянки даю по две капсулы в день одно утром одно вечером дальше идем сейчас дальше лактоферин заживляет раны нк клетки и также лактоферина помогает держать в здоровом состоянии эпидермис кишечника и жкт да ну отсюда же заживляющее действие потому что он находится у нас в слизистых слизистые жкт это тоже поверхность и в том числе он сохраняя сокращает расстояние между ворсинки кишечника особенно если вы еще и коллаген да добавите коллаген он наращивает количество ворсинок да то есть если там срк и задача с кишечником дырявый кишечник воспаление в кишечнике то лактоферин и коллаген это все в купе будет наращивать силу кишечника эпидермис восстанавливать кишечника и увеличивать количество ворсинок уменьшать вот эти пространства где происходит воспаление в кишечнике вот эта работа лактоферина также у лактоферина да почему у нас ферин в основе лактоферина действия при железодефицитной анемии как раз таки нам нужно то есть совместно с приемом железа лактоферин связывает крепче молекулу железа и у делает эффективнее его транспортировку в ткани в органы в кровь то есть наше железо оно не выпадает мимо да вот мы приняли да плюс там печень например плоховато работает детокс нужен кишечник плоховато работает и железо вымывается нет лактоферин связывает природно эту молекулу да потому что железо находится а в лактоферине и транспортирует ее по организму то есть если у нас анемия жда серьезные референсы да то есть ниже нормы ребенка взрослого то обусловлен на прием обусловлен прием лактоферина вместе с железом то есть мы берем хилат железо берем лактоферин ну и дальше там по рекомендации либо витамины группы b да если есть в этом дефицит женщине метилфалат обязательно как кофактор и наше железо быстро поднимется и так лактоферин используется широко при вирусных и бактериальных нагрузках на организм необходимо при иммуносупрессированном организме необходимо тогда если есть хронические если есть там вот у меня болезнь жильбера я ее очень хорошо поддерживаю нашим глутатионом на нашими детоксами ренессансы таурин вот и например если там ну я заболеваю и понимаю что что-то как-то долговато или что я обязательно присоединяю лактоферин детям на витрянке я сразу давал вот мы сюда прилетели что у рассела витрянка активная на лактоферине была три дня его сыпала до появлялись папулы три дня остальные дни все у него уже на спад на заживление также сантиша три дня на лактоферине активное появление герпесовых прыщиков витряночных и все и дальше уже идет на иссушение и заживление плюс мы поддерживаем наш организм потому что лактоферин активен против герпес вируса против цитомегаловируса то есть против вот этих всех серьезных болячек которые уже у детей до вовсю есть вот дальше лактоферин поддерживает прочную кишечную оболочку как я вам сказала до расстояние уменьшает между ворсинком при синдроме дырява кишечника и соответственно вот имейте ввиду что повышает железо какие отзывы на лактоферин с чем работаем ребенок с длительным кашлем две недели лактоферине каши проходит ребенок был недавно мама с ребенком ребенку три с половиной у него очень сильная форма диатеса то есть кожа вся прям шелушках в трубках мы присоединяем лактоферин через две недели идет заживление все струбки прекращаются кожа обновляется заживляет лактоферин дальше после операционное восстановление лактоферин обязательно быстрее у нас было мужчина у него коронарное шунтирование вот он восстановился за месяц ушла одышка через месяц вернее он уже поднимался по лестнице у него уже легкие пробежки то есть без одышки без всего шикарный результат при женских заболеваниях связанных со слизистой эндометриоз эндометриоз все что с этим связано лактоферин дает прекрасные результаты быстрее заживление быстрее действует протокол да когда там артилию зимолюбку и пан гинекологический лактоферин присоединяем срок вот этой вот лечение реабилитации нутритивного лечения реабилитации он сокращается детям активно взрослым активно что еще дальше лицетин сказала да давайте еще раз пробежимся по здоровью респираторной системы это увеличение витамина d3 увеличение омеги обязательно лицетин лицетин это стройматериал это база да я вам сказала из чего состоят легкие что на 90 процентов там лицетин сурфактанты сурфактанты это то самое защитное вещество которое не дает попасть пройти в легкое в альвеолу бактерии вирусу чтобы развивалась пневмония и другие воспалительные процессы вот лицетин сюда положили убрали дальше у нас идет новомин или ему на бокс или протекшн куб либо новомин и цинк органический но идеальнее всего ему на бокс протекшн куб со взрослыми как проверено сто процентов мы берем не один саша пакетик на заболевание а мы берем по одному саша пакетику три раза в день и запивая двумя стаканами воды теплой или морса из ягод достаем мороженые ягоды из них белый морс на потому что сахар углеводосодержащие дрожжесодержащие нужно убирать на заболевание на заболевание организму нужен белок антиоксиданты белок антиоксиданты на антиоксиданты в еде но не углеводы не фруктозы не сахар тем более не скрытый сахар потому что это все помогает набирать силу патогенной флоре вот дальше лактоферин протекшн куб иммунобокс витамин d3 я люблю цинк витамин c пробиотики смотрите раньше такое было понимание что пробиотики мы начинаем принимать после болезни нет а пробиотики сейчас важно принимать уже во время потому что пробиотики они усиливают активность нашей микробиоты да соответственно за счет уменьшения соответственно наша пробиота будет уменьшать патогенную флору вот у нас есть шикарные пробиотики у меня с собой забота об интимной woman balance у нас есть пробиотики сеньор сеньор пробиотики там конкретно те штаммы которые связаны с респираторные штаммы бактерий которые связаны со здоровьем респираторные системы то есть проси присоединяем пробиотики сеньор не пугайтесь слова сеньор потому что их просто прицельно назвали чтобы их регулярно принимали пожилые люди кто в зоне риска на вирусных заболеваниях то зоне риска на к виде вот поэтому до сеньор было понять но именно эти пробиотики необходимы нам и молодым и еще моложе и эти пробиотики я даю детям если у них респираторное что-то у них вируса и урзы простые начинается кашель сопли вот это все пробиотики сеньор прекрасно работают дальше куркумин куркумин это тоже природный природный антибиотик он работает уже активируется в кт он антисептик он противомикробная поэтому куркумин я люблю присоединять на вирусе тоже обязательно особенно если у нас энтеровирусы да то есть там это при поездках каких-то при где-то поел на ощущение что ты отравился ну или там температуры и рвота да то есть куркумин я использую своей семье даже когда ребенка рвет и необходимо дробное отпаивать вот да то есть что назначают педиатры да сразу вот идет рвота температура на что назначают адсорбент пробиотик до адсорбент пробиотик и эти капсулы желтые такие которые противомикробные же катыш на ну сейчас вспомните вот я это все заменяю на очищающий наш фитосорбент и дробное питье с куркумином то есть куркумин капсулу капсулу я беру вот так беру воду вот вода да вот видно и капсулу высыпаю в водичку и вкуса никакого не прибавляется потому что здесь внутри биодоступная форма тетра куркуминоида то есть она сверх очищенная это не наш наша приправа у нас это оранжевая это глубинно выведенная сверх очищенная высокобиоактивная форма куркумина и вот такое питье становится и ребенку прям по ложечке то есть да ну вот раз у сантиши я своим делаю так выпаивают и тогда мы поправляемся там за день грубо проходит температура останавливаем рвоту за счет дробного питья и диеты да и постепенно уже вводим продолжаю куркумин продолжаю фитосорбент потому что детокс нужно интоксикацию нужно выводить да ведь почему организма почему включается механизм рвоты и температуры а потому что организму нужно вывести это потому что там идет размножение патогенной микрофлоры до патогенной бактерии в жкт и у организма включается естественной функции рвоты поноса чтобы это все быстрее вывести поэтому купировать рвоту ни в коем случае нельзя на начальных стадиях нужно чтобы было про чище было в абсолютное про чечение организма да ну как чтобы вы видели что уже например да желчи прочистилась да то есть рвет ребёнка сначала и да и да и да да выдробное питье даете даете его рвет рвет вот это вот прочищение омовение происходит И потом уже начинает желчить. Все. Организм очистился, прочистился. Желчь выделяется. У желчи функция противомикробная в том числе. Желчь убивает в ЖКТ все то, что нам чуждо. До желчи дошло все. Начинаем дальше дробным питьем восстанавливать, сорбентом помогать, выводить. Обязательно, чтобы ребенок сходил в туалет. Я уже ушла в энтеровирус, но я вам хочу сказать, что вот эта форма куркумина, она тоже прекрасно, успешно используется в респираторных заболеваниях, в энтерозаболеваниях, в вирусной нагрузке ОРЗ. Плюс еще и у куркумина действие геропротекторное неврологически. Это прекрасный антибиотик природный и антисептика противомикробная для людей с неврологическими нарушениями. То есть при синдроме РАС, например, дети, при СДВГ. Куркумин – это тот самый нутрицептик безопасный, органический, который работает в момент заболевания. Понимаете? Поэтому куркумин я тоже смело... Я тоже смело... Вот давайте глотну. Абсолютно безвкусно. Ребенок вообще будет пить как воду при отпаивании, потому что важно же в момент вот этого рвота и всего там любые вкусы, они тоже могут вызывать, запускать этот механизм. Это абсолютно безвкусно. Так, значит, проходимся наша противовирусная, противо-РЗшная аптека витамин D3, увеличенной дозировки Омега. Это Protection Cube Immunobox. Это лактоферин обязательно. Используйте лактоферин. Это очень классный биохакинг-компонент, который сейчас необходим, потому что слишком много стресса у нас. А стресс, он на втором месте после вирусной и бактериальной нагрузки. То есть стресс у нас расходует, высасывает у нас из организма микроэлементы, понижает, интоксикацию повышает на втором месте после болезни. Да, понимаете? Потому что у нас регулярно этот стресс. Вот, поэтому обязательно лактоферин, куркумин, лецитин, лецитинно-респираторных, потому что, да, из лецитина вот у нас лёгкие состоят. Вот, про лактоферин рассказала. Пробиотик обязательно. Пробиотик. Так, эпамы наши обязательно, да, эпамы – это, ну, это а-ля гомеопатия. То есть вот эти вот наши эпамы волшебные, чудодейственные. Респираторные, антивирусные. Чем они отличаются? Антивирусные в момент температуры, в момент активный… Вы понимаете, что человек заболевает, да, температура у него. Вот это идёт активная борьба организма. Тогда мы используем антивирусный, да, там кто-то его и в нос, и в глазки, и в ушки, там, ну, у кого-то прям прекрасно подходит это, да, там, пробуйте. Выводите каждый свою формулу, вот, здоровье. Респираторный эпам, где вот он у меня, так, у меня с тобой антивирусный, респираторный там. Респираторный эпам – это когда уже какое-то хроническое, ну, без температуры, да, то есть уже всё, активная борьба прошла, но дальше идёт там где-то кашель, где-то сопли, тут затянулось, тогда принимаем респираторный. Можно их комбинировать, то есть совершенно, да, например, утром принял антивирусный, в обед респираторный, вечером антивирусный. И на болезни вообще до пяти раз, шести раз в день принимаем. И ещё имейте в виду антивирусный эпам за счёт состава трав, которые понижают температуру, но не понижают защитные свойства организма при температуре. Ведь организм не просто так нагоняет температуру, а для борьбы. Вот. Сбивать температуру не всегда корректно, да, только по показаниям. Но у нас любят мамы использовать ибупрофены, протестамол, свечи, чуть что температуру. Нет, температура нужна. И вот как раз-таки, например, ну, ночью, да, когда ребёнку надо поспать, да, всё-таки. Я, например, использую эпам так, я вот с антиши спит, я тихонечко беру, открываю ротик, так, и капельку эпама сюда, ну, в нёбаную часть, да. У неё через 15-20 минут снижается на градус температура. Это действует не только у меня, это действует у всех, кто его использует, да. Единственное, что вы должны исключить индивидуальную непереносимость. То есть эпама у вас должен быть уже в рационе ребёнка, да, для того, чтобы ночью вы снижали, например, им температуру, понимаете, да. Потому что если вы никогда не использовали эпама, мы такие ночью решили, вот послушали Ксюшу, и ночью решили снизить ему температуру, нет, так не делайте. Сначала вы должны исключить индивидуальную непереносимость, потому что здесь разнотравье, здесь продукты мёда, вот, живица, вот это всё. Итак, ещё раз, да, я думаю, вы поняли, обязательно белковое хорошее жирное питание. Жирное имеется в виду не жареное масло, а жир имеется в виду сливочное масло. Это вы костный мозг сварили, это вы жирную курицу сварили полностью, бульон, да, и даёте ребёнку вот этот вот детокс-бульон с жирком, да, слегка. Да, да, не то, что там весь жир, это мясо, например, да, там вы запекли, где есть тоже жирок, где есть вот этот вот фасции, да, такие вот сухожилия, которые как будто бы с чем-то вот коллагенистым, как холодец, а ты есть коллаген, то есть это нужно организму. Вот, теперь я жду ваших вопросов, 44 минуты я говорю, я думаю, вы уже поняли, какие компоненты и что нам нужно добавлять в момент заболевания ребёнка и взрослого. Что кушать тоже, белки, жиры, да, яйца, сливочное масло ложками, вот, пить обязательно горячую воду. Так, ага, я поняла, мне нужно разрешить говорить, пить обязательно горячую воду не только натощак по утрам, не только себе и ребёнку и в течение дня горячая вода, это физиологично, она будет постоянно запускать, держать в тонусе ваш желчный пузырь, он будет постоянно опорожняться, что нам и нужно. Итак, разрешите говорить, давайте, машите мне, я разрешаю говорить и говорите. Добрый день. Я беру стакан, например, какого-то морса или питья, ну, в момент заболевания, я люблю наш напиток лимон-имбирь, как я делала Сантиши, когда я был годик, когда она заболела. Вот морсик беру, и я в морсик высыпаю часть каждой капсулы, то есть вот беру иммуно-бокс, часть капсулы интуитивно высыпала, 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 добавила ещё натуральный витамин С, добавила немножко цинк, добавила лактоферин, замешала всё, перемешала всё вилочкой или капучинатором, и вот этот напиток я даю пить. Сейчас я, знаете, как делаю, у меня коллаген везде всегда с собой, вы знаете, я каждый день дисциплинированно ем коллаген, но пью и приучаю к этому детей, чтобы у них тоже была дотация белком и коллагеном регулярно, потому что у меня дети активны, потому что мы путешествуем и ходим по 8 километров в день. Вот, а ножки растут, ножки болят, да, вот начальной боли роста. Вот, в коллаген я высыпаю сейчас, у нас здесь ветра, да, мы много гуляем, я высыпаю опять-таки, беру капсулы, вот как я куркумин высыпала, так я всё это замешала в коллагене, дала глотнуть, через часик ещё дала глотнуть, понимаете? Много-много пить, организму нужна жидкость, вот, цинк, по поводу приёма цинка, цинк с едой, есть такие насыщенные минералы, от которых на голодный желудок может затошнить, вот цинк, например, в числе их, просто подсчитываем так, чтобы был какой-то приём пищи, понимаете? Ну вот что-то перекусили, с цинком запили вместе с кофакторами. Почему я люблю иммунобокс и протекшн-куб? Потому что здесь уникальное кофакторное сочетание, очень биоактивное сочетание дозировок этих витаминов. Девчонки, это органика, это безопасно, лишнее это выводится, то есть это не фарма с побочками, которую нужно только по назначению врача, понимаете, да? Это органические витамины, минералы, это еда с едой, не бойтесь, начинайте с малых доз и в момент ОРВИ увеличиваете. Я вам говорю, что вот я замешиваю в коллагене либо морсы, либо травяной чай завариваю туда, высыпаю в тёпленькое, перемешала, пей, 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 тут глоточек, тут два глоточка, тут три глоточка. С детьми очень индивидуально, у каждого разные, да? Поэтому тут вот вы навели и пытаетесь ему тут дать, там, сям, вот так вот. Каждому, у каждого свой рецепт, выведите его, хорошо? И не бойтесь, вводите обязательно организму, это нужно на вирусной нагрузке, очень нужно. Дальше вопросы? Я ответила? Да, да, спасибо, да, понятно. Не бойтесь использовать, не бойтесь. Вот мы же не боимся давать ребёнку химозное печенье или эти чокопай, это такая ужасно отвратительная бомба, это кока-кола, это бомба отвратительная. Вот это мы не боимся давать, да, а натуральные мы берём, вот, органические, натуральные, чистейшие витамины, блин, боимся. Давайте мы с мышлением работать, да, киберативовес, чтобы у нас был в сторону вот этого, в сторону коллагена, а не сока. Я обожаю коллаген, потому что он вкусный, с лесными ягодами, да, или там черничный, потому что он на вкус так, но дети любят сок, да, но они уже знают, что это такое, они попробовали, им хочется сок, 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 сок. Вот у меня всегда коллаген, развожу его, вот, пожалуйста, ваш сок. Всё, у них нету больше потребности хотеть чего-то там, ну, понимаете, да, там сладкого там или ещё там вкусного. Так же с протеиновыми коктейлями. Молочный коктейль, протеинки, форма, клубничный. Я вот беру с собой вот это, у меня все коктейли с собой. Покупаю молоко, проголодались чуть-чуть голодные или идём куда-то ныть, начинают, я говорю, давайте коктейльчик, развожу им клубничный коктейль, выпили, поехали. Всё, порция белка. Дальше вопрос. У нас ещё есть 10 минуток. Ну, если нет вопросов, а, есть, Альфия. Привет, Альфия. Альфиюша. Ксюш, привет. Да, привет. Ксюш, привет. Спасибо большое за эфир, мне кажется, этот эфир нужно пересматривать постоянно, потому что, когда начинают дети заболевать, такая паника всегда начинается. Паника всегда, да. Запись будет этого эфира? Я всё включила, я всё постараюсь сделать правильно, и она и здесь в первую очередь будет. Отлично, я прям хочу тебе... Отправляйте её в свои чаты, берите. Да, да, памятку прям хочу себе написать, и на холодильник, на магнит, чтобы, знаешь, вот в момент, когда ребёнок заболел, ты сразу памятку эту посмотрел, что нужно, так, собрался, и всё, и прям. Да. Всё, благодарю. Тоже хотела поделиться своим отзывом, у меня грудничок, как вот здесь вот тоже девушки уже озвучивали, страшно, ну, страшно же нам что-то давать, да, там, тем более, ой, там, вот. Думаю, нет, мы справимся, всё хорошо. В итоге нам помог ИПАМ-7, лактоферин, органический цинк, так, корнем натирали ножки, грудку, спинку, вот, нос промывали, в принципе, всё, температура у нас за сутки ушла. А, ИПАМ-7 капли мы ещё капали, то есть вообще прям идеально, всё сработало, всё отлично. И витамин D я увеличиваю дозировку во время болезни. Ага, да, лактоферин, кстати, после ветрянки, вот, да, видите, вот она у нас такая прыщиковая, лактоферин она просто разжёвывает, ровно как и пробиотик. Ребёнку просто нравится вкус, вот, приучайте ребёнку своего тоже биохакингу, закладывайте это вот с такого возраста, понимаете, это мы с вами учились, взрослые, да, и кто-то до сих пор боится, а вы ребёнка приучаете к биохакингу. Заболел витаминчик С, ягодки съел, там, что ещё содержащий морс, они у меня постоянно идут в морозильник, мы ягоды замораживаем на зиму, вишню и лесную ягоду. Всё, там по пакетикам расфасовано, всё, ребёнок уже знает, он уже идёт, берёт этот пакетик, там, заливает его тёплой водичкой, кушает ягодки и добавляет, там, мам, новомин, мам, лактоферин, вот она пробиотик уже, видите, берёт, тоже знает. То есть у неё сейчас восстановление после ветрянки, у неё вот пробиотик лактоферин, каждый день она съедает, пробиотик, он вообще вкусный, как и риска, да, вкусненький. Всё, иди, спасибо, продемонстрировала, всё по-честному, понимаете, а то, может, вы думаете, что вот я только говорю, что, ну, просто говорю, нет, я практик, я практик. У нас, у меня, в моём соцпроекте родился пораньше, где дети недоношенные родились, да, у кого-то остались диагнозы тяжёлые, кто-то абсолютно здоров. У нас всё там вот под нутрициологически, мы поддерживаем организм ребёнка, нуждающегося в этом обязательно. Даже здоровому человеку нужен витаминный минимум, даже так. Всё, кто-то ещё хочет что-то спросить? Не вижу больше махалок. Давайте тогда я с вами прощаюсь. Спасибо, что вышли, послушали. Молодцы, кто слушал всё это время. Да, остальные послушают в записи. Давайте, Вика, всё, я выхожу. Сейчас я у хозяйки канала спрашиваю. А, Вика, наверное, ушла. Наталья, Гузель. Давайте, пока, пока. Сейчас я остановлю запись. Спасибо большое. Всё, всё, пока. Субтитры подогнал «Симон»